Всем привет, любители ароматуры! Табака сегодня покурим сигару из грузино-американской посылки, которая у нас содержит клоны кубинских сигар, которые производятся вне Кубе. Сегодня у нас будет сигара под названием Сент-Луис Рэй серия G. Так вот у нас выглядит сигара, достаточно такая массивная малышка. Формат у нас из сегодняшней сигары. Ну, насколько мне позволили определить мои скромные познания, по-моему, это гордо, хотя сигара официально в Россию не ввозится. Вот, все, что на иностранном сайте нашел, но вроде бы это город. Значит, покровный лист у нас здесь Мадура. Ну, лист, друзья, не очень красивый. Во-первых, я уже рассказывал, но повторюсь, в общем-то, не кубинские производители предпочитают делать покровные листы матовыми. То есть, они не такие шелковистые, как у Куба, а именно вот такой, что называется, именно матовый. То есть, такие достаточно шершавые на ощупь. И при этом данный покровный лист, он весь покрыт черными пятнами, такой некрасивой ферментации. И скрученная сигара достаточно небрежная. Можете обратить внимание, шапочка очень небрежно сделана. Вот, значит, делают сигару в Гондурасе. Еще интересный такой новый факт нашел, я к живи, я к учись. Эту сигару, в общем-то, называют двойной Мадурой. То есть, здесь и табаки, которые составляют, я так понимаю, основную часть мешки, они тоже черного цвета. Вот, что, по мнению производителя, должно такое достаточно мужественное. И копченую основу дать букетам. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим. Ну, крутка у сигары неплотная. Но при этом достаточно однородная. То есть, таких провалов прям откровенных нет. Но при этом сигарка, как видите, вот гуляет. Значит, не зажженым, видим ее. Зажженым виде очень приятно пахнет. Сливочные ароматы. Молоко, сливки. Перец есть. Ваниль, легкая сладость. Интересный такой, больше кондитерский. Приятный аромат. Попробуем ее сейчас раскурить. Сейчас мы побольше сделаем. Я напомню, если я правильно помню, сигары St. Louis Ray, которые производятся на Кубе. Они, кстати, у меня еще... Я не курил их, не рассказывал о них. Вот эта фабрика, по-моему, производится на фабрике Ромео Джульетта. Очень известная, очень популярная сигара. Ну, попробуем. Резко взялась. Ух, 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 ух. Черный хлеб. Жужженная такая, корочка черного хлеба. Класс. Хлебный. Чернослив. При этом такая легкая перечность. Забегая вперед, мне кажется, если она с первой тяжки такая перечность, такую перечность дала, то я думаю, что сейчас дальше перечность станет вовсе нелегкой. Ну, есть легкопустоватые такие древесные ароматы. Ну, друзья, покурим. Я думаю, на половиночке встретимся. И я о курении расскажу. Так, друзья, половина нашей сегодняшней сигара позади. Хочу отметить то, что сигара крайне плохо держит пепел. Видимо, сказывается ее неплотная крутка. Вот видите, тут, я не знаю, будет видно в середине практически дырка. Сигара омерзительно скручена. Торседор сбраковал. То, что касается вкуса, то интересно, что было вначале, в общем-то, разошлось, все это превратилось, по большому счету, в очень легкий чернослив, легкое древесное послевкусие и такой далекий слегка навязчивый перец. Пока больше ничего сигара не выдает. По крепости, ну, тоже, друзья, формат такой достаточно солидный. Сигара большого ринг-рейджа, но крепость незапредельная. То есть, курить ее вполне нормально. Посмотрим, чтобы в конце и какие-то итоги я попробую сигарь подвести. Друзья, заканчиваем нашу сегодняшнюю сигару. Что могу сказать о курении? Друзья, ну, сигара, безусловно, не крепкая, что, в принципе, ну, наверное, радует, потому что такой формат достаточно мощный, и на вид сигара достаточно внушительный. Вот, при курении обнаруживаются проблемы с круткой. То есть, сигара отвратительно держала пепел. Вот, потом, ближе к концу курения заболела. Вот, пришлось ее подправлять, что я делать крайне не люблю. Вот, по курению, друзья, ну, начало было очень интересно. Даже можно сказать, что многообещающим. Такая пляска вкуса интересная была вначале, и, в общем-то, интересные нотки сигара выдавала, но, в конце, к сожалению, все это сошло на нет. Пришел скучный чернослив, достаточно монотонный, древесно-кожистый послевкусие, и в конце, в середине, вернее, появился такой, сформировался, появился там вначале, но более явно сформировался черный перец, и в конце он немного поубавил свои обороты, но тоже во вкусе присутствовал, и определенную тоже монотонность вкусу придавал. Поэтому, друзья, сигара не моя. Безусловно, в очередной раз подтверждается, что клоны кубинских сигар это совсем не кубинские сигары. Вот, и эта сигара, безусловно, вряд ли, наверное, еще когда-нибудь появится в моем химидоре. Спасибо вам за внимание, спасибо, что вы слышали мое мнение до конца. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok